Здравствуйте, юные художники! Сегодня мы с вами нарисуем кораблик, который плывет по ручейку. На прошлом занятии мы с вами делали из бумаги вот такой замечательный кораблик. Учились делать из бумаги. И он для наглядности нам сегодня нужен будет. Приготовьте живописные материалы. Это гуашевые краски, акварельные красочки, кисти разных размеров, баночку с водой, салфеточку для вытирания кистей и палитру. Первое, с чего мы начнем, это будем прокрывать фон. Фон мы покроем акварельными красочками. Перед тем, как покрывать, смущим лист водой. Я по краям закрепила лист скотчем для того, чтобы лист не коробился. И теперь заполняем пространство холодными цветами. А мы знаем, что холодные цвета в красках это синий, голубой и фиолетовый цвет. Такой ручеечек мы с вами сделаем. Красочка растекается. Старайтесь, чтобы один цвет заходил в другой. Первые плавные переходы делайте. Ближе к вам цвет делайте потемнее, потому что это первый план, а первый план всегда прописывается темнее. Можно волнистыми линиями провести. У нас ручеек будет. Движение воды показать. Рядом с ручейком мы пропишем коричневато-зеленым цветом. Еще у нас ранняя весна. Нет такой насыщенной зелени. Смешиваем зеленый и ухристый цвет. Добавляем холодненького зеленого. Вот такой берег будет. Отличного цвета. Отличного цвета. Теперь нужно подождать, когда наш фон высохнет. Приготовим белый цвет. Гуашевые краски. Промоем хорошо кисти. Для того, чтобы работать с белым цветом. И начнем намечать кораблик. Белым цветом. Кисточку возьмите потоньше. Начинаем. Нарисуем вот такой формы трапеции. Если у вас кораблик перед вами, поставьте его на рабочее место и смотрите на него. Изучайте форму. Треугольничек нарисую. И дальнюю сторону. Все это нужно закрасить густой белой гуашью. И так далее. Продолжение следует... Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Делаем пустые краешки. Возьмем еще тоньше кисточку и начнем прорисовывать мелкие деталички синим цветом. Обведем краешек, сделаем потемнее. Делаем пустые краешки. Добавим немножко беленького на краешек. Сделаем несколько волнистых линий для того, чтобы придать движение водичке. Встречную волну можно скинуть и подчеркнуть теневую часть кораблика. Сделать тень. Опять же легкими движениями намечаем. Волны. Еще капельку подчеркнем. И сделаем небольшое отражение в воде. Наш кораблик называется «Победа». И мы подпишем красной красочкой. «Победа». Вот и все. Работа готова. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok